Я думаю, что эта активизация контактов между Киевом и Ереваном полностью вложится в нынешний внешнеполитический курс правительства Никола Пашиняна, предполагающего диверсификацию контактов внешнеполитических в сторону, в том числе в сторону режимов откровенно враждебных России. Я думаю, что так или иначе об этом велась вещь, и сейчас мы просто видим практическую реализацию давних задумок. Ну, не исключено, что они подсказаны теми, кто сейчас плотно работает с Пашиняном и его внешнеполитической командой, которую он недавно, судя по надежным источникам и надежным утечкам, деятельность которой он оценивал весьма высоко. Так что ничего удивительного тут нет, на мой взгляд. Я думаю, что по результатам этой поездки, которая будет весьма длительной, 8 дней, судя по всему, мы получим, так сказать, другую, более подробную информацию, но я думаю, что это связано с достаточно многочисленной и хорошо организованной украинской армянской диаспорой, и я думаю, что могут быть различные проекты, связанные с взаимодействием между Ереваном и Киевом, может быть, использование каких-то лоббистских возможностей, украинских армян, высказываются и другие предположения, связанные с материальной поддержкой, связанные с различного рода информационными акциями, лоббистскими акциями. Но я думаю, что мы дополнительную информацию на этот счет еще увидим.